У детей и подростков часто возникают ситуации, в которых трудно разобраться самостоятельно. Конфликты с родителями или же со сверстниками, насилие, одиночество, стресс, буллинг и другие обстоятельства часто становятся причиной звонков на детский телефон доверия. Очень хотелось бы, чтобы между родителями и детьми-подростками было взаимопонимание, потому что очень много звонков, обращений именно от детей-подростков. А это связано с непониманием между детьми и родителями. Хотелось бы, чтобы родители свою психологическую грамотность увеличили. Нередко звонков о насильственных действиях разных. Мы выходили с разрешения абонента звонящего ребенка и отрабатывали. Экстренная психологическая помощь бесплатно и анонимно в день поступает до 60 звонков. Республика детский телефон доверия заработала с 2010 года. И вот уже в 2014 год мы тоже празднуем со всем миром этот день. В год у нас поступает около 12 тысяч звонков на все три линии детского телефона доверия. Все эти вопросы носят анонимный характер. Наши психологи с каждым конкретным ребенком отрабатывают. Отрабатывают с муниципалитетами, со школами. И, соответственно, ведется большая профилактическая работа. Если поступают звонки и ребенок сам готов сообщить какие-то персональные данные, мы Минтруд отрабатываем совместно с Министерством образования и соответствующей школой. Международный день детского телефона доверия признан привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации. Детский телефон доверия на сегодняшний день является тем телефоном, который оказывает помощь. Все обратившиеся в детский телефон доверия получают высоко квалифицированную помощь специалистами, которые работают на трех линиях детского телефона доверия. Каждый ребенок и родитель получают ответы на свои вопросы. Мы благодарим сегодня день детского телефона доверия всех его специалистов за их неоценимый труд, старания и выдержку, которые они проявляют ежедневно. Когда возникает чувство отчаяния, страха, боли и некого спросить совета, на помощь приходят специалисты телефона доверия. Зачастую обратиться за помощью к незнакомому человеку порой бывает проще, чем к родным и близким людям. Дети могут позвонить и пообщаться там. В основном травля, наверное. Старшие обижают младшие. Я думаю, что они могут обратиться, когда у них проблемы с учебой в первую очередь, потому что в нынешнее время дети, наверное, быстро устают от учебы. Еще в учебных заведениях от них, от других детей исходит тема буллинга. Телефон доверия – это организация, где подростки или дети могут обратиться за помощью, кому-то высказаться. Ведь все знают, что если у тебя что-то на душе, стоит тебе высказаться, и все станет гораздо легче. Я считаю, телефон доверия – это то самое место, в котором нуждаются все дети и подростки, особенно в то время, когда у них экзамены и прочие проблемы. Но кроме экзаменов, есть такие вещи, как буллинг или непринятие себя, завышенные стандарты красоты и многое другое. Квест «Игра «Мы вместе», который организован в честь Международного дня детского телефона доверия собрала 15 столичных школьных команд. Квест состоит из восьми станций. Игровая, загадка, китайские палочки, викторина, тайное письмо, смешные рожицы и лабиринт. В Туве работают три линии детского телефона доверия. Квалифицированные специалисты оказывают помощь круглосуточно. За весь период его работы в Туве помощь получили более 170 тысяч детей и их родителей. Номер детского телефона доверия – 8 800 2122.